Президент Украины Владимир Зеленский должен пресечь попытки чиновников Кабмина и Нацкомиссии по тарифам отмыть деньги, которые предназначены изначально для полного погашения долгов перед инвесторами в зеленую энергетику Украины. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов. Правительство взяло кредит на 10 миллиардов гривен у государственных банков для того, чтобы выплатить долг зеленой энергетики. Но когда потом говорят, мы вообще вам платить ничего не будем. Это что означает? Это означает, что ни одна инвестиция в Украину больше не зайдет. Что ни один инвестор Украине больше не поверит, сказал он. По словам Саакашвили, долговой кризис в зеленой энергетике чреват негативными последствиями, прежде всего для Зеленского, поскольку все представители власти напрямую ассоциируются с президентом. Я бы не хотел, чтобы авторитет президента был под каким-то ударом из-за того, что у него люди, которые считают себя временными, хотят делать какие-то деньги. Пока им капает в офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать. Поэтому мне бы не хотелось этого, подчеркнул председатель исполнительного комитета реформ. Именно офис президента и, кстати, президент Зеленский на моей памяти два-три раза собирал на эту тему людей насчет того, что нельзя кидать инвесторов, нельзя, чтобы украинское государство выглядело как обманщик. И он тогда принимал правильные решения. Может, он примет правильные решения? Очень на это рассчитываю, потому что я очень за него болею, подытожил Саакашвили. Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский, НКРКУ и Кабмин, ищут пути для остановки выплат долгов зеленой генерации в сумме 9 миллиардов гривен, что разрывает сотрудничество Украины с Евросоюзом, финансовыми партнерами и другими организациями. При этом Европейский банк реконструкции и развития, один из крупнейших инвесторов в отрасль возобновляемых источников энергии в Украине, обратился к председателю НКРКУ Валерию Тарасюку с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательство выплате долгов перед зеленой генерацией призвал НКРКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату зеленой энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов. Напомним, что правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании УкрЭнерго на сумму 10,3 миллиарда гривен с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплат долгов перед госпредприятием гарантированный покупатель, а оно, соответственно, перед производителями зеленой энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% старого долга 9 миллиардов гривен до конца 2020 года. В то же время НКРКУ решила утвердить постановление, которое запретит госпредприятию гарантированный покупатель погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРКУ отправило гарантированному покупателю руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 миллиардов гривен компании «Энергоатом». По мнению Ассоциации возобновляемых источников энергии, такое решение НКРКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения старого долга госпредприятия гарантированный покупатель перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРКУ выполнить условия и обязательства согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года. Ранее сенатор США, демократ Джин Шахин, поставил в пример Дональду Трампу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По ее словам, тот ушел сам, невзирая на победу оппозиции. В ходе обсуждения утверждения итогов президентских выборов в Конгрессе Шахин вспомнила свою поездку в Грузию в 2012 году. Там она вместе с сенатором Джимом Ришем наблюдала за проведением выборов, на которых победила оппозиция. «Были опасения, что Саакашвили откажется отдать власть, и это приведет к насилию и остановит начинающиеся реформы в этой бывшей Советской Республике», сказала Шахин. «Я очень ясно помню, как мы поехали домой к нему, сели с ним поговорить и отметили, что столб демократии, ради которой он так много работал за свои 8 лет в качестве президента Грузии, этим столбом является передача власти на мирных выборах человеку, которого избрали избиратели», сказала Шахин. «Президент Саакашвили послушал нас и мирно покинул пост. Важно, чтобы будущие поколения признали, что Америка, как и демократии повсюду, зависит от мирной передачи власти», – добавила тогда сенатор. По ее словам, некоторые ее коллеги-республиканцы хоть и осуждают иностранных лидеров, которые не уходят по своей воле, но потакают осознанному игнорированию воли граждан со стороны Трампа. «Они потерпят неудачу. История их запомнит», – заключила тогда Шахин. Коллегия судей ВАКС отказала специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича, об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Коллегия судей Андрея Никифорова, Олега Павлышина и Валерия Чернова отказали специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича, говорится в сообщении. Речь идет о деле по незаконному завладению Януковичем резиденции Межигорье. Судьи отклонили жалобу прокуратуры на предыдущее решение судей ВАКС Владимира Варанько по этому делу. В Центре противодействия коррупции напомнили, что Варанько аргументировал свой отказ в заочном аресте для Януковича тем, что следствие остановлено из-за розыска сбежавшего президента, поэтому, по словам судьи, применять меру пресечения нельзя. Также Варанько тогда заявил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск. Странно, ведь у антикоррупционного суда совершенно противоположная практика. Именно решение Варанько прокуроры обжаловали, но апелляции тоже отказали. Добавили в Центре противодействия коррупции. По версии следствия, Янукович незаконно завладел Межигорьем совместно с другими лицами. Сумма убытков составила 540 миллионов гривен. Экс-президенту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209, частью 5 статьи 368 Уголовного кодекса. Присвоение, завладение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Как сообщается в СМИ, 9 июля 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал секретный указ о передаче комплекса «Пуща водица», на территории которого находилась Межигорье, в пользование тогдашнему премьеру Виктору Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию еще 137 гектар НАК «Надра Украины». Вскоре «Надра Украины» заключили бартерный обмен с компанией «Мединвесттрейд», после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на парковой аллее в Киеве. Компания «Мединвесттрейд», в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании «Танталит». В августе 2017 Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительным договоры о выводе Межигорье из государственной собственности. Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция Межигорье была выведена в 2007 году из государственной собственности, написал генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, следующий шаг в судебное решение об ответственности Януковича, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и других экс-чиновников за заключение незаконных сделок. 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление номер 4193 о самоустранении президента Украины Виктора Януковича от конституционных обязательств после того, как он сбежал в Россию. В июне 2014 года земельный участок площадью 135 гектар, на котором расположена резиденция Януковича Межигорье, решением суда была возвращена в государственную собственность. В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств, его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя, в терроризме и государственной измене. В ГПУ отмечали, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компании вне процедуры приватизации и вообще вопреки законодательно установленному запрету на заключение такого соглашения. Так, земельный участок площадью 135 гектаров, на котором расположена резиденция, бывшего президента Виктора Януковича Межигорье, решением суда возвращена в государственную собственность. Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил два иска прокуратуры области к Выжгородской районной государственной администрации ООО «Танталит» и благотворительному фонду возрождения Украины об отмене распоряжений и признании недействительными государственных актов и отторжении земель резиденции в пользу государства, говорится в сообщении. Установлено, что земли общей стоимостью 118 млн грн были изъяты из государственной собственности распоряжениями Выжгородской районной администрации, хотя подобные решения находятся в компетенции Кабмина. После бегства экс-президента Януковича в Россию в июне 2014 суд вернул земельный участок, на котором расположена Межигорье, в госсобственность. В 2017 после ряда судебных процессов собственность государства перешла сама резиденция. 5 июня 2014 года стало известно, что в Межигорье начали расселять беженцев с Донбасса. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.